Добрый день! Очень важная мысль в нашем сегодняшнем блоге, концептуально на всю жизнь. Итак, Йосеф в нашей недельной главе открывается братьям. Йосеф говорит, не может больше терпеть то, что говорит Иуда, и говорит, чтобы все ушли, остается наедине с братьями, и говорит им, а не Йосеф, а од, а вихай. Вот я, Йосеф, жив ли еще отец мой? Есть много разных комментариев, мидрашей на этот момент. Мы остановимся сегодня на одном принципиальном мидраше, который приводится здесь, мидраш раба. Вело юхлу эхав лаано туто. Не могли братья ему ответить. Поскольку они были, испугались его, удивились. Говорит мидраш так. Абба коэн барду лаамар, ой ла нумьем адвин, ой ла нумьем адтохаха. Ой ла нумьем адтохаха. То есть, страшно нам от дня суда, ой ла нумьем адтохаха. Страшно нам от дня увешивания. Йосеф, он был младшим из колен Израиля. И не могли они устоять от его увешивания. Не могли братья ответить ему, поскольку они испугались его. Когда же Всевышний придет и будет увешивать каждого, насколько это будет сильнее. Что здесь написано? Есть такой комментарий, который я слышал. Что Йосеф им сказал? Что сейчас произошло? Вы видели? Вы мне кланились, да? Кланились все братья. Кланились. И я, Мелех, царь, или, по крайней мере, главный визирь египетского царя. А вы мне все поклонились. То есть, мои сны, которые были пророческими, все исполнилось. Более того, как я оказался на этом месте? То, что вы меня продали, и в конце концов, этот караван Ишмайлим или Мидианим, есть много разных мнений, кто конкретный, каким образом Йосеф оказался в Египте, но Лимаасеф конкретно, Йосеф оказался в Египте из-за братьев. И они, братья, сделали, получалось, своими руками то, что сейчас он властвует над ними, они находятся и во власти. Что получилось? Все, что было в этих снах, все это пророчество, оно оказалось верным, истинным. А с чем вы остались? Это, так сказать, как бы основной момент. Остались тем, что вы нарушили, вы нарушили, продали брата. Вы сделали, на вас висит, как бы, вот это вот, как наидыше говорят, пекали, мешочек с этим грехом продажи Йосефа. Они Йосеф, вот я Йосеф, и вы кланяйтесь мне. Это такое увещевание. Всевышний говорит, Раби Абакуин Бардаля, говорит каждому человеку, я тебе сказал, что ты должен что-то сделать, так говорит Всевышний, с чем ты остался? Ты выполнил то, что я от тебя хотел, все равно. Но только что, только смотри, сколько у тебя в мешочке. Это то, что мы говорили как-то по поводу пророка Юна. Пророк Юна не хотел выполнять то, что Всевышний ему давал пророчество. Но что? Он убежал из-за того, что он был на корабле. И на корабле видели, что когда его бросили в море, море успокоилось. И он сказал этим морякам, что я убегаю от Всевышнего. Когда море успокоилось, эти моряки приехали в город Нинвэ, и из-за этого город Нинвэ и раскаивался. То, что не хотел Юна, чтобы город Нинвэ раскаивался, потому что он понимал, что это будет обвинение для еврейского народа. Что жители Нинвэ так легко раскаиваются, а еврейский народ так жестоковый. Так получилось, что из-за того, что он показал этим людям, из-за этого именно они и раскаялись. Они видели, что Всевышний действительно успокоил море сразу, когда бросили пророка Юна в море. И поэтому, когда они пришли в город, они об этом рассказали. Поэтому, когда пророк Юна все-таки после того, как он оказался в животе у рыбы, и она его выплюнула. И все равно он пришел в этот город, выполнил то, что Всевышний сказал. Они услышали, и весь город приняли, потому что были живые свидетели того, что то, что говорит этот пророк, это истина. То же самое и здесь. Они говорят, Юсеф говорит, вы видите, что все мои сны оказались истинными. А что получилось? Что вы привели к тому, что все осуществилось, но вы остались с грехом. Или как пророк Юна, ты остался с тем, что ты не хотел слушаться Всевышнего. И про это говорит Рамбан, Нахмонид, в комментарии на прошлую недельную главу, он говорит, что постановление Всевышнего это истина, а суета вокруг того, что мы пытаемся его отменить, это все ложь. Это великое такое правило, которое мы должны для себя усвоить. Теперь у нас нет пророчества. У нас нет пророчеств. Но у нас есть законы Тора. Если мы думаем так, сейчас мы не пойдем заниматься Торой, выполнять какую-то заповедь Торы, мы расскажем про кого-то Лошанора, какую-то негативную информацию. Почему? Потому что нам кажется, что это поможет. Мы нарушаем закон Торы, и нам кажется, что это будет лучше, это приведет нам к каким-то следствиям. В конце концов, Всевышний все равно приведет это к тем следствиям, к тем результатам, которые ему нужны. Как? Неважно. От нас требуется только выбирать действовать по Торе. Если мы выбрали действовать не по Торе, в конце концов, это все приведет к тому же самому, что Всевышний и хотел. Только мы останемся с тем, что мы согрешили, мы сделали грех, мы выбрали быть в этой цепочке, идущим против воли Творца. Все в конце концов, Всевышний закрутит туда, куда он хочет, чтобы это закрутилось. А от нас требуется только что. Мы должны выбирать, действует ли фиг Зейра по постановлению Всевышнего. Как Всевышний повелел в Торе делать, так мы и должны делать. Самый красивый пример приводил нам Воровицик Зильбер. Я его всегда, всегда, всегда повторяю. Раббовром Миллер в Москве, в синагоге, преподавал Талмуд. И рассказывает, что вот эта группа, там учились люди из группы Рава Эсоса, наш преподаватель, очень хороший Рав Илья Эзерксида, я так понимаю, тоже появлялся, да? Может быть, не появлялся, но он из Питера, не знаю. Лимайса, да? Вот эта вот группа людей, которые начинали в Москве. Раббовром Миллер преподавал им на русском. А КГБисты не разрешали преподавать на русском. Тогда, когда появлялись всякие новые люди, он начинал говорить на идыше. На идыше? Ну, для стариков на идыше, а для молодежи на русском нельзя. Так что произошло? Через какое-то время открылась Ешива Тора от Хаим, и открылись еще Ешивы в Москве. И сейчас Тору изучают на русском. Так что было? Когда Тору изучали на идыше, все вот эти люди, которые хотели стать умнее Торы, они что делали? Они пытались запретить изучать Тору на идыше. Или хотели уничтожить еврейскую культуру. Люди не будут знать идыше, не будут знать еврит. Мы не дадим им возможность иметь доступ к этим источникам. Что сейчас происходит? Всевышний все равно через какое-то время, да, у них получалось на какой-то короткий промежуток времени что-то получилось. Да, было много страданий. Да, не все эти люди, которые участвовали, помогали этому. Они все выбрали быть, идти против Всевышнего. Но в конце концов Всевышний сделал так, что Тору изучают на русском языке. Гзейро и Эмес. Постановление Всевышнего – это истина. А вся эта суета вокруг того, что пытаются пойти против Всевышнего – это ложь. Даже если кажется, что это лучше людям, это кажется, что они достигнуты каких-то целей, каких-то результатов, в конце концов Всевышний все равно выведет это туда, куда он считает нужным это вывести. А человек останется только с тем, что он выбрал идти не по воле Всевышнего. Поэтому вывод, который мы должны сделать, от нас требуется только одного – идти, соответственно, законом Торы, соответственно, воле Всевышнего. А там уже, куда Всевышний это приведет, это уже не наше дело. Большое спасибо. Спасибо.